Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. И это новый выпуск «Весь день ем». Почитав ваши комментарии, я наткнулся неоднократно на интересные комменты. Саныч, сделай весь день ем финские продукты. Вы знаете, что я очень часто мотаюсь на съемки в Санкт-Петербург к Юрию Хованскому. А Питер это у нас что? Рядом находится Финляндия. Так вот, в Питере есть такие супермаркеты, называются они «Призма». И в «Призме» есть свой бренд по типу каждого дня в Ашане. Такой самый дешманский. В общем, друзья, сегодня вечером я отправляюсь в Санкт-Петербург. Начинаем съемки «Весь день ем финские продукты». Вы тем временем ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях идеи новых видео для «Весь день ем». Откуда можно? Сыринка у бабушек, где-нибудь еще. Друзья, не стесняйтесь, пишите комментарии. А по интересным комментариям я сниму новые видео. Ну что, погнали в Санкт-Петербург. Что, отправляемся в Питер. Смотрите, все на китайском написано. Молодцы. Много туристов. Утром будем в Санкт-Петербурге уже. Вот такой вот симпатичный поезд. Внутри он, кстати, четко сделан такой. Немного напоминает, знаете, «Восточный экспресс». Вот он, вагон-ресторан. Посмотрите, как уютно там. Такая билочка. Грок 410 рублей. Грок мы не будем, наверное, же глянем пить. Друзья, посмотрите, какая хмырь стоит в Санкт-Петербурге. Как будто во Владивосток вернулся. Просто туман и морость. Ага, вот, ребят, тунец по 59 рублей 90 копеек. Это вообще источник белка. Все на финском. В общем, берем этот финский тунец. Ой, какая грязь тут. Надо пакетики постелить. Ананасы по 69 рублей 90 копеек. Это вот тоже «Рейнбон». Это вот эта вот марка «Призмы», я так понимаю. Макароны цельнозерновые. Вот за 89 рублей трубочки. Вот такого вот темного цвета. Давайте мы пробуем. Ни разу такие темные не пробовали. Вот смотрите, друзья. Финские супы. Всякие разные. Крема супы. Вот. О, с 50% скидкой. Что это? Суп-пюре морковное. 380 грамм. Тема. Обращайте внимание на сроки годности. А, типа срок годности подходит к концу, они со скидкой большой продают. Что его раздуло. Вот этот возьмем. Ай. Вставай обратно. Все. Друзья, смотрите. Есть картофель такой. Картофельное пюре с травами. С травами не хочется. А есть, во, смотрите. За 129 рублей. Это по карте. Надо будет карту взять. Вот такая вот штука. Хэш картофельный с ветчиной. Мне кажется, это крутая штука. Лучше, чем вот эта. Хэш картофельный возьмем. О, пюре манговое. Только в призме. Манго. Зачем это нужно пюре манговое? Что из него делается? Манговое пюре вкусное, например, с кашей, йогуртом, творогом, смузи. Нет. Я думал, это пить можно. Тогда не надо. Давайте возьмем печенье. Вот такое вот. 79 рублей. А сейчас тест на возраст. Друзья, есть кто у нас вырос в 90-х? Помните Воймикс? Спред этот, маргарин. Еще рама была. Типа у нас подавалась как масло рама. На самом деле это спред. Кстати, недавние исследования показали, что маргарин-то не такой вредный. В Европе им обжираются и все нормально. Призма, сыр. Ого! Что? Ого! Сыр Гранта. 6 месяцев. 309 дней. На это я пойти не могу сегодня. Что бы взять? О, давайте мультифрукт. Тут все подряд. По карте 69,90. Так, 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 друзья. Что нам под наши макарошки надо? Это томаты протертые. Вот. От этой фирмы. Рейнбон, призмовской. 29 рублей по карте. Карта выгодная штука. Кто-то не выдержал и скинул апельсин. 45 рублей за один апельсин. Я бы сам скинул. На завтрак. Знаете, что? Вот ходил-ходил, думал, что на завтрак. На завтрак не хочется этой овсянки. Хочется что-нибудь такое изысканное, финское. Вот, котлеты из корнеплодов. 4 штучки. На завтрак котлеты из корнеплодов. Вообще заходят на ура. Во Финляндии корнеплоды. Суровый климат. Примчались домой, друзья. И сразу заготовку. Сколько у нас там все вытянуло? На минуточку. На 921 рубль. Это с учетом скидки 363 рубля по карте. А карту пришлось купить за 99 рублей. Итого чистой выгоды у нас 260 рублей. Знаете, что хочу на завтрак? Вот эти вот печенюшки. Мультифрут. И пожарим вот этот вот из корнеплодов. Оп. О, брат. На завтрак у нас вот эти оладушки. из корнеплодов. У нас что-то много морковки сегодня будет. Что за корнеплод это? Морковь. Брюкла. Пастернак. Капуста. Сельдерей. Лук. Картофельные хлопья. Сойво-белок. Слушайте, а вкусные? Да кто там ремонт делает? Вы дайте снять по-человечески видео. Весь день с утра сверлите. Суббота. Люди отдыхают. В чем беда новостроек? А, слышите? В чем беда новостроек? Купив квартиру в новостройке, ждите. Минимум на 2 года у вас будут даже если новостройка с ремонтом продавалась. Ой, очень мне понравились вот эти вот брюквы и пастернаки переедать тоже не стоит финанская республика это веганская тема глютен фри веган да друзья не переключайтесь встретимся с вами на обеде вот он наш обед вот эта паста итальянская тунец томатная паста и вот эта штука с морозилки и достала надо было не убирать его морозилку в теплую воду перед вскрытием поместить упаковку в теплую воду его мою зачем я вскрыта она короче ребят я думал она в железные там теме ну давайте вот так вот поставил воду на макароны кипятится в общем для супа я вообще ничего не нашел в этой хате размораживал размораживал я его в итоге что у нас вот вот что вот такой суп пюре морковный получился мощность среднюю вот так вот пошли здесь вода слегка подсолит все вода закипела написано эти спагетти 11-13 минут готовить для это сверлилова не прекратится она будет весь день продолжаться что делать ну ничего тут не поделаешь ничего тут не подпишешь как говорится аккуратно пальцы сейчас отрежу как серега любит это делать я приступим тунец кстати тунец недорого получается здесь ошметки тунца на нем куски как супер вкусно прям реально вкусно очень похоже на тыквенный морковь 31 процент а дальше чек стерся что-то там еще было значит это туповый суп пюре сделаны по всем канонам они вчера сверлили сегодня сверлят то есть вчера в пятницу даже людям не давали покоя вечером ребят я их варил 13 минут вот как написано не твердый как будто сырые но фишка это вам не каждый день пашконкам сволочи пашконкам вам нравится когда макаронина твердо 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 как-то аль дента называется нарушение серьезно серьезно не шутишь саныч закончил снимать обед и вы перестали сверлить это вот закон подлости называется или закон мерфи точно не помню друзья не переключайтесь оставайтесь на канале погуляю по петербургу а с вами встретимся на ужине на дворе уже почти ночь такой важный пакет лучком пахнет здесь типа типа мелких картошек free таких это как закуска даже больше ну что пять минут так пять минут вообще-то все уже готовое как я понимаю просто замороженное пусть жарится это в морозилку приступим к ужину десертик здесь кружочками знаете есть люди кто сливает этот компот от ананасов что у нас получилось картоха с колбосятиной но что-то она пересоленая она с лучком причем все такое свежее кажется что только почистили картошку и сделали финны молодцы вообще смотрел передачу по финляндию удивительная страна конечно и так переработки мусора относятся допустим пластиковую бутылку вот такую на выдал вот ее купил там я грубо говоря за полтора евро и сдаешь эти там чик 50 евро центов вернули канал есть интересный по финляндии юра пупу называется или папа юра пупу вроде чувачок живет там показывал типа что можно купить там на такую-то сумму финляндия на каких работах скоро платят вкусно а нас это не растут финляндии а знаете вот у нас закупка на 900 рублей ну грубо говоря на тысячу да там у нас там еще осталось картофель остался сок у меня остался макароны это все вкусно ни одного продукта у финнов не было омерзительного который невозможно есть или неприятен или то есть все круто уровень сдержава обидно если честно становится куда надо стремиться может и мы заживем когда-нибудь как люди друзья на этой грустной ноте я вам предлагаю подписаться на канал поставить палец вверх написать пару-тройку комментариев если сможете хотя бы один комментарий что вы думаете по всей этой ситуации почему продукты финские это типа тоже это самый дешманский в призме самый дешманский бренд да вот этот вот этот почему продукты такие нормально вот у меня видео было везде ним американские продукты тоже не офигенно все вкусные четкие почему так кто какие ваши мысли пишите в комментах всем пока пока до новых встреч увидимся в новом видео